140 лет – это целая история. Другой была та Болгария и Болгары. Другими были Россия и россияне. Другая Старозагора, другая Самара. Но память о тех годах жива и сегодня. И в Болгарии, и в России. Фильм «Самары Гиз» стал номинантом фестиваля документального кино «Соль земли». Картина рассказывает об истории возникновения побратимских отношений между Россией и Болгарией. Работа над фильмом, признаются его авторы Михаил Перепелкин и Олег Поломеев, принесла много неожиданных открытий. Может быть, Самара для этого и была в 1586 году основана, чтобы в 1877-1878 годах подарить это знамя, под которым Болгария завоюет свободу. Мне кажется, что это очень точные слова. Если нам удалось это передать, то я был бы очень честным. В этом году на фестиваль «Соль земли» прислали свыше 200 работ. В конкурсную программу вошли только 43 документальные картины, пять из которых – самарские. Те, кто просто попали в номинации, в общем-то могут считать за счастье, потому что очень строгий отбор и очень высокий уровень. Тем более тех работ, которые потом будут уже премированы. Фестиваль документальных фильмов «Соль земли» проходит в девятый раз. В течение всей недели самарцы и гости города на бесплатных киносеансах смогут познакомиться с лучшими образцами современного документального кино и пообщаться с гостями фестиваля, народными и заслуженными артистами, а также авторами работ. География участников фестиваля «Соль земли» в этом году весьма обширная. От Хабаровска на Дальнем Востоке до Бильбао – это теплая, солнечная Испания. И от Петрозаводска на севере до южных пределов России – города-героя Севастополь. Фильмы еще раз доказывают, говорят члены жюри, что несмотря на разные условия жизни, людей волнуют одни и те же вопросы. О жизни и смерти, любви и ненависти, верности и предательстве. Лучший фильм, направленный на утверждение государственности, получит приз губернатора. Кроме того, в этом году учрежден еще один приз – главы города Самара. Итоги подведут в пятницу в Доме культуры железнодорожников. Марина Матвеевшина, Григорий Плешаков. События.